Новости на телеканале ИКС в студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте! И первой новостью. Завершено сооружение пролетов Крымского моста под автодорогу. 20 декабря полностью сформировано полотно от Таманского до Керченского берега. Это завершающий этап производственной программы 2017 года. Нить металлоконструкции общим весом более 100 тысяч тонн протянута между опорами над Керченским проливом. С начала 2018-го Крымский мост покроет асфальтобетоном и до конца года подготовит к движению автомобилей. Работы ведутся по графику, с опережением по некоторым направлениям. Предстоит еще большая впереди работа по опусканию пролетных строений на опорные части, установка деформационных швов, укладка мостового полотна, обустройство самой дороги. То есть это барьерное ограждение, мачка и освещение, автоматика, система управления дорожным движением. Ну и еще ряд других работ, которые мы планируем в соответствии с графиком в следующем году завершить в полном объеме. Теперь о важных городских темах. Любые попытки земельных работ в Балаклаве в районе крепости Чембала и возле так называемой бочки смерти будут пресекаться. Это ответ на застройку, которая несколько дней назад началась в этом месте. Сложившуюся ситуацию прокомментировал по телефону депутат законодательного собрания Юрий Круглов. «Земельный работа, подготовка к стройке. Прямо на тропе к ближнему пляжу, на Большой Севастопольской тропе. Это самый видовой склон балаклавский, которого открывается шикарный вид на крепость, на бухту, на мысо Я, на урочище Казан-Бере, на ближний пляж, на золотой пляж. Это виды, из-за которых люди приезжают в Балаклав, туристы». В правительстве Севастополя ситуацию со стройкой на объекте культурного наследия взяли под особый контроль. По личному поручению губернатора, профильное управление правительства города во вторник вечером провело рейд. Строительную технику уже успели отогнать, но отчетливо были видны следы от работы экскаваторов. «Здесь проводятся земляные работы неустановленными лицами. Это является нарушением законодательства, в частности, закона об охране объектов культурного наследия. Это действие, точнее, по проведению земельных работ, подпадает под статью 7.13 Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий штраф за совершение подобного действия, а также под статью 243 Уголовного кодекса, которая говорит об ответственности за нарушение законодательства и повреждение объекта культурного наследия. В августе прошлого года по приказу Минкультуры данная территория стала зоной Л-30. Это статус исключает любую стройку на участках. Допускается использование земли только для туризма и отдыха. Данное мероприятие по пресечению незаконных земельных работ находится под личным контролем губернатора Дмитрия Владимировича Овсянникова. И здесь будет выставлена охрана этого участка. И любые попытки проведения земельных работ здесь будут пресекаться. Мы материалы направим в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. В настоящий момент силами Департамента имущественных земельных отношений стройка прекращена. Составлен акт осмотра. В случае нарушения мы как минимум направим материалы для возбуждения административного производства. В случае как максимум выйдем с соответствующими исковыми заявлениями о признании незаконным этого права. Завершается программа ремонта дорог этого года. В Севастополе в 2017-м отремонтировали почти 40 объектов. Сейчас работы ведутся по улице Надежды Островской. Это один из последних объектов, назначенных на этот год. У нас их несколько. Десяток. В течение недели-двух будет сделано. Севтодор слишком поздно провел конкурсы. Но вот в декабрь погода позволяет закончить эти работы. Автодорогу по улице Надежды Островской выровняют и покроют асфальтобетоном. Также здесь заменят бордюры и отремонтируют тротуары. Похожие работы провели и на улице Героев-подводников. Объект уже сдан в эксплуатацию. Надежда Островская и Героев-подводников отличаются по объемам и по деньгам, и натуральных показателей в два раза практически. Там порядка 900 метров, тут 600 метров. Стоимость там около 10 миллионов рублей, тут около 5 миллионов рублей. Три национально-культурных организации Севастополя в 2017 году получили грантовую поддержку от правительства города. Обществу караимов и двум объединениям крымско-татарской культуры выделили почти полтора миллиона рублей. Тему предоставления субсидий обсудили на заседании по вопросам межнациональных отношений. Встреча прошла под председательством губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В 2017 году объемы работ национальными объединениями, общественными организациями был увеличен. Больше грантовой поддержки было оказано со стороны бюджета города Севастополя. Мы эту линию, этот тренд, вовлечение национальных объединений, общественных организаций в жизнь города будем увеличивать. Я предложил сделать все то же самое, что в 2017 году, с коэффициентом 1,2-1,5. Коллеги меня поддержали. Они будут участвовать максимально в городских событиях. Этот план обсуждался. Этот год был у нас прозвольный, и он показал, что мы можем работать. Сейчас созданы, по-моему, все предпосылки для того, чтобы национальные культурные сообщества начали работать в полной мере. Говорили на встрече и об итогах работы за 2017 год. Представители национально-культурных обществ отметили. Прошедшие 12 месяцев стали насыщенными в плане мероприятий. В планах на следующий организовать два крупных заседания в марте и декабре, а также провести мероприятие «День памяти жертв депортации народов Крыма» и «День памяти жертв Холокоста». В Севастополе подведены социальные итоги 2017 года. Директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко сообщил, что по рейтингу ликвидации неформальной занятости Севастополь занимает первое место в стране. Чиновник отметил, что в нашем городе с 2014 года действует программа поддержки маломобильных групп населения «Доступная среда». В 2017 году под потребности инвалидов адаптировано 14 социальных объектов. Больше чем на 4% вырос показатель трудоустройства инвалидов. В текущем году в Севастополе работу получили более 1900 людей с ограниченными возможностями здоровья. Нам удалось благодаря совместной работе правительства, профсоюзов, работодателей активной и плодотворной работе СРТК, трехсторонней комиссии, каких-то результатов добиться. Вы видите положительное количество безработных. В 2016 году 12 тысяч человек, в 2017 – 10 тысяч человек. Это снижение на 16%, учитывая, вернее, здесь не учтено, что численность населения в городе Севастополе в это время существенно увеличилась. Брифинги продлятся до 20 декабря. Завершится проект «Итоги года» прямой линии губернатора Дмитрия Овсянникова. На нашем телеканале глава Севастополя в прямом эфире ответит на вопросы горожан и журналистов. Программа «Диалог с городом» выйдет в эфир завтра, 21 декабря. Время 19.20. Не пропустите. Программа «Диалог с городом» УЧС продолжит до конца года. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа. Помимо административной ответственности, также предусмотрена уголовная ответственность. Уголовная ответственность наступает в том случае, если возник пожар, если причинен вред здоровью и жизни гражданам, имуществу, окружающей среде. Поэтому будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности и не нарушайте их. Не ждать переменно, а самому преобразить пространство. Активность жильцов 115-го дома по улице Хрусталёва вознаграждена. В этом году они стали победителями в конкурсе «Самый лучший двор». Территорию возле их домов признали самой чистой. В награду 2,5 миллиона рублей на благоустройство. Впечатлениями и пожеланиями местные жители поделились с губернатором города Дмитрием Овсянниковым и нашим корреспондентом. Двор по адресу Хрусталёва 115 и вправду дружный. Вместе жильцы дома поддерживают в нём порядок. Регулярно проводят субботники, высаживают растения на клумбах, ремонтируют площадки. Местные собаки построили комфортабельное жильё. Результат совместного труда двор стал победителем в конкурсе как самый чистый. «Вот в частности я каждый день выходил сюда, и у меня тут мусорные места, и всё это выносил. У нас же в подъездах мусоропроводы, в контейнеры убирал. И поэтому всегда поддерживали доброе состояние двора». Призовой фонд 2,5 миллиона рублей потратили на замену бордюров, монтаж спортивного оборудования, игрового комплекса, качелей, установку ограждений для цветников. При благоустройстве учли пожелания жителей всех возрастов. По просьбе жильцов старшего поколения во дворе появилась беседка с навесом и скамейками, а для детей – новые песочницы. «Сейчас наша задача, что мы будем поддерживать всю эту красоту, мы будем дальше ухаживать за двором. У нас большие планы по озеленению двора. У нас заказаны саженцы, и весной у нас тоже намечается несколько больших субботников. Мы будем дальше облагораживать территорию. Думаю, что будет цветущий сад, а не просто двор». Во вторник с жильцами встретился губернатор города Дмитрий Овсянников. Во время встречи высказывались пожелания по асфальтированию дороги на углу дома. Сегодня этот участок похож на сельскую тропу – грязь, ямы и лужи. Также затронули тему санитарной обрезки деревьев и установки дополнительных ограждений для цветников. Кроме того, глава Севастополя дал поручение докрасить в зелёный цвет большой фонарный столб в центре площадки и установить на нём ещё несколько ламп. «В этом году сейчас пока по погодным условиям мы можем сделать ограждение, можем сделать освещение, а в следующий год, с первого же дня, когда позволит погода плюсовая, то есть мы можем выйти на асфальтирование этой территории. Поэтому этот план действий для себя берём в работу и, соответственно, будем реализовывать». Каждый день видно, как город меняется к лучшему. Ремонтируют дороги, благоустраивают придомовые территории, устанавливают новые спортивные площадки. 55 объектов в этом году обустроят в рамках проекта «Самый дружный двор». «У нас уже порядка 25 дворов закончено. Ещё такое же количество находится в завершающих стадиях работы. А завтра мы будем вручать сертификаты 2018 года и постараемся работу делать раньше». До конца 2017-го более 300 дворов станут ещё комфортнее. Такой же объём работ обозначили и на 2018-й. За обустройством дворов города наблюдают Елена Корнухова и Михаил Волобоев. Информационный канал «Севастополя». И к новостям спорта. Турнир по теннису «Новогодний драйв» состоялся в Севастополе 17 декабря. Участие в нём приняли 78 спортсменов из разных городов Крыма. Первыми ракетками соревнований стали севастопольские теннисисты. Подробнее в нашем сюжете. Массовый турнир по теннису проходил в спорткомплексах «Муссон» и «Астера». Спортсмены соревновались на трёх кортах в четырёх возрастных категориях. Разыграли 12 призовых мест. «Сейчас мы проводим детский турнир в четырёх лигах. Первая – старшая лига, которая играет профессиональными мячами, которые участвуют в российском теннисном туре. Первая, вторая и третья лига – это дети, которые готовятся к профессиональному спорту». Спортсмены соревновались на укороченных кортах с облегчёнными ракетками. Хорошую конкуренцию севастопольцам составили спортсмены Ялты, Евпатории и Симферополя. «Я занимаюсь теннисом три года в МГУ. У меня есть успехи. Я занимаюсь в парах и индивидуально». Среди первых – Ярослава Калиновская, Екатерина Козлова, Анастасия Беляева и Злата Умрихина. У них уже есть опыт выступлений на всероссийских соревнованиях. «Уровень этих соревнований намного ниже, чем, правда, было в Сочи. Но всё равно тут очень интересно играть. И раньше я играла на грунте, на улице. Сейчас я очень редко играю в мусоне и на крытых кортах. И это вызывает особый дискомфорт». Победителей наградили кубками, медалями и памятными призами. 24 декабря в спорткомплексе «Мусон» состоится новогодний турнир с участием 20 теннисных туэтов. Катарина Вербицкая, Владимир Мелянский, Павел Булгаков. Информационный канал «Севастополя». И о погоде, как сообщают синоптики, 21 декабря в Севастополе перемены облачность осадков не ожидается. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2 градуса днем, плюс 5, плюс 7. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok